Привет, друзья! На связи с вами Серега. Спасибо большое вам за лайки, подписывайтесь на мой канал МастерCSS и, конечно же, не забывайте добавлять эти видео в свои социальные аккаунты. Делитесь, пожалуйста, ими. В этом занятии мы будем создавать вот такое красивое меню. При наведении будут появляться всплывающие пункты. И примечание в том, что это меню будет сделано на чистом CSS3 без использования дополнительных скриптов. Итак, поехали! Первым делом скачайте к себе на компьютер архивчик StartLite. Ссылка в описании под этим видео. Скачиваете, распаковываете и получившуюся папку переименовываете в CSS3 меню. Эту папочку открываете в своем редакторе. И здесь мы будем работать с двумя файлами. Index.html и Style.css. Давайте я включу живой просмотр и мы начнем работать. Прежде всего, нам необходимо будет задать структуру. Структура следующая. Наша менюшка, она представляет из себя простой обычный список. И затем внутри каждого пункта, где у нас идет всплывающее меню, оно также оформлено при помощи обычного списка. А вот само главное меню, оно находится в блоке div с классом Site. То есть это своего рода сайт барчик. И при помощи этого блока мы будем контролировать ширину нашего меню. Поэтому здесь в файле index.html в первую очередь мы заводим div с классом Site. Внутри этого div будет идти список с классом Menu. Внутри этого списка у нас будет 5 пунктов. И внутри каждого пункта у нас будет идти пустая ссылочка со следующим содержимым. Пункт от 1 до 5. Вот это все дело я копирую до тега All. Здесь я жму Tab и получаю вот такую структуру. Теперь давайте заведем всплывающие менюшки для нашего главного меню. Мы заведем его в первом пункте. Так, вот тут мы вставляем то, что я скопировал. И здесь меняем класс тега All с меню на меню 2 нижних подчеркивания Drop. Здесь в принципе все остается то же самое, только давайте мы напишем не пункт, а подпункт. И вот это дело, конечно же, я копирую. Здесь жму Tab, появляется у нас 5 подпунктов. То же самое мы делаем в третьем пункте меню и в пятом. Отлично. Теперь для каждого тега Live, внутри которого находится всплывающее меню, у нас их получается это первый, третий и пятый пункты, мы задаем еще один отдельный класс, меню, два нижних дефиса, list, все. Структуру в HTML мы задали, теперь переходим в файл style.css. Сначала давайте зададим, так сказать, общую очистку. Для ссылочек мы поставим текст Decoration None, чтобы не было подчеркивания, а вот для тегов All пропишем Margin 0, Padding 0, list в стиле None, чтобы не было никаких кружочков, квадратиков и тому подобного. Так, замечательно. Здесь давайте я заведу новый комментарий, в котором мы напишем внешний вид меню. В первую очередь, давайте мы для всех наших ссылочек, меню A, который находится внутри нашей менюшки, мы пропишем Background 3D, 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 вот такой темный фон. Прописываем цвет FFF, прописываем Padding в 10 пикселей и DisplayBlock давайте мы напишем. То есть получается у нас вот такое вот меню, оно по умолчанию растягивается на всю ширину родителя, поэтому нашему блоку с классом Site мы зададим ширину 200 пикселей и отступы, чтобы она не прилегала к самому краю. 20 пикселей. Ну то есть так будет нагляднее. Теперь давайте покажем, как наше меню себя будет вести при наведении. Поэтому меню A с псевдоклассом Have, Background равняется 666. И теперь каждый пункт нашего меню будет вот так вот подсвечиваться. Здесь давайте мы напишем Border Bottom 1 пиксель Solid и решетка тоже 666. Видим, у нас появились вот такие линии. И сейчас давайте зададим плавность при помощи свойства Transition 0.5s и All. Допишем на всякий пожарный. И теперь наши пункты начинают вот так вот плавно подсвечиваться. Здесь давайте мы зададим Padding 10 пикселей, 0, 10 пикселей, слева 20 пикселей. То есть немножко поменяли и теперь наши пункты будут вот так вот плавать при наведении. Сейчас давайте мы поработаем уже над всплывающими пунктами. Поэтому тут ниже, чтобы вам было понятно, пишем комментарий в всплывающее меню. Мы все будем делать за счет позиционирования. То есть для подпунктов мы зададим абсолютное позиционирование, чтобы они никак не влияли на структуру нашего сайта. Потому что если будет идти контент и позицион будет не абсолют, они будут сбивать его. И для того, чтобы мы могли потом привязать местоположение вот этих подпунктов к нашим пунктам, Для начала мы для самих пунктов меню с классом List мы задаем Position Relative. А вот для самих меню Drop мы задаем уже Position Absolute. И у нас они получаются уже идут так. Чтобы они растягивались на всю ширину, давайте мы им зададим Width 100%. И теперь делаем следующее. Для начала, чтобы мы их могли сдвинуть в левую сторону, точнее в правую, мы напишем отступ Left в 100%. И у нас все подпункты появились здесь. Изначально давайте мы их сделаем невидимыми. Тут мы пропишем, получается, Opacity 0. Они уже не видны, но они еще на самом деле здесь есть. Мы это тоже будем исправлять. Но сначала давайте мы напишем, как они должны себя вести при наведении. Поэтому пишем при наведении на класс меню List, то есть пишем псевдокласс Hover. Наш класс меню Drop будет меняться. Точнее будет меняться свойство Opacity с 0 на 1. И теперь смотрите, я навожу сюда, появляется, сюда появляется, сюда появляется. Но оно появляется низко. Поэтому тут давайте мы покуда допишем топ 0, точка запятой. И теперь оно появляется на уровне. Но суть в чем? Проблема в чем, что мы даже если вот здесь будем наводить, наши пункты все равно появляются, что не очень хорошо. Мы могли бы использовать DisplayBlock, но я хочу это все дело анимировать. Анимация при DisplayNan DisplayBlock, она не работает. Поэтому мы будем двигаться другим путем. Мы просто здесь напишем, где топ, минус 9999EM. И наши пункты улетят туда, в самый верх. И теперь при наведении мы просто поменяем этот топ, двоеточие на 0. И теперь смотрите, тут ничего не появляется, но когда я наведу сюда, появляется все, да? Наведу на третий пункт, тоже появляется. И на пятый все отлично работает. Теперь добавляем анимацию. Давайте я отсюда это скопирую свойство. Ставлю сюда. И видим. Опа, опа, опа. То есть сверху выпрыгивает. Чтобы не выпрыгивалось сверху, давайте мы поменяем All на Opacity. То есть, чтобы наша анимация, она применялась только к свойству Opacity. И теперь смотрите, у нас все начинает плавно появляться. Отлично, это нам и было надо. И теперь делаем следующее. Допустим, что здесь мне не нравится, это то, что наши пункты с подпунктами сливаются в итоге. Если мы здесь напишем, например, Left 105%, то есть у нас получится отступ, то когда мы попробуем перевести на него, наше меню пропадет под меню. Потому что здесь пустое пространство, хава пропадает и оно тоже исчезает. Это значит не катит. Все это делается при помощи границ. Точнее прозрачных границ. Мы просто пишем, например, Border Right 10 пикселей. Точнее не Right, а Left. Давайте поменяем Solid. И чтобы вы видели, давайте напишем Red. У нас появляется, вот видим, граница. И теперь при перескакивании она не пропадает, наша менюшка. Для того, чтобы наша граница была не видна, мы вместо Red напишем Transparent. И получается, у нас теперь граница будет полностью прозрачная. И в то же самое время наши менюшки, они будут спокойно работать. Нам осталось привести наше меню внешний вид в порядок. То есть задать, вот как тут округление углов. И задать так же, чтобы в конце, вот в самом низу, у нас не появлялась полоса. То есть видите, тут внизу есть полоска, и она немножко портит весь внешний вид. Поэтому возвращаемся сюда выше, и здесь пишем следующее. Для всех тегов меню, точнее для всех ссылок в тегов ли, которые находятся первыми в классе меню, мы делаем следующее. Border Radius. Сверху по 3 пикселя, а снизу по 0. Так, у нас тут в принципе ничего еще не появляется. Потому что я здесь написал неправильно fast. Вот так вот. И теперь у нас, видим, скруглились верхние углы. И смотрите, в наших подменюшках здесь нормально, здесь нормально. А вот здесь, получается, все внешние углы тоже стали скруглены. Потому что все эти ссылки находятся в первом, самом главном пункте ли. Для того, чтобы это отменить, мы делаем следующее. Меню, и потом точка меню, дроп, ли, а. И тут мы отменяем наше скругление. Border Radius 0. И у нас теперь здесь везде пропадет скругление. И для того, чтобы оно работало, мы должны написать следующее. Вот так вот. Делаем здесь запятую. Здесь давайте с новой строки. И вот этот класс Fast Child вставляем вот к этому ли уже. И получается, сейчас у наших пунктов, вот здесь видим, даже в первом пункте, не только в последних, посередине, у нас тоже углы уже нормально скруглены, только у первого подпункта. Так, теперь то же самое делаем снизу. В принципе, мы просто копируем эту строчку, вставляем ее ниже. И здесь пишем следующее. Fast Child A. Меняем на Last. И тут тоже меняем на Last. Здесь, видим, у нас тут скруглились верхние углы. И нам надо поменять тройки с нулями местами. И получаем, вот у нас тут углы скруглены, ниже углы тоже скруглены. И все везде работает. Осталось убрать только вот эту нижнюю линию. Убирается она очень спокойно. Мы просто для последних элементов дописываем Border Bottom 0. В итоге у нас здесь граница, видим, пропала. Здесь тоже пропала. В самом главном меню пропала, внизу именно. А вот в пятом пункте у нас граница пропала везде. Видите, да? Поэтому, чтобы она тут появилась, мы вот здесь просто-напросто дописываем это свойство. И вставляем его сюда. И теперь, видим, в последнем пункте всплывающем она тоже появляется. Двигаемся дальше. Все, что нам осталось, это дописать вот эти треугольнички, которые у меня здесь есть. И это делается тоже легко. Давайте мы здесь заведем иконки для всплывающих менюшек. Так, иконки задаются для вот тегов ли, на которые мы наводим. Это теги с классом меню лист. Поэтому я вот это вот копирую, вставляю ниже. И здесь мы работаем не с самим меню лист, а с псевдоэлементом под названием after. То есть элемент, который создается после. Внутри него мы пишем свойство content с пустым символом. И затем задаем ему position absolute, точка запятой. И сразу же задаем ему границу. То есть само по себе оно будет равняться нулю. Вот это вот самое свойство. То есть ноль по верху, ноль по ширине. Однако, если мы задаем границу, например, 10 пикселей solid, то у нас появляются здесь черные квадраты. Видите, да? То есть это просто граница. То есть это граница вокруг нуля. Для того, чтобы мы могли сделать из нее треугольники, нам надо указать, чтобы граница отображалась только с левой стороны. Поэтому мы здесь пишем border color. Так, transparent. Теперь вот это копируем. То есть сверху у нас прозрачная. С правой стороны прозрачная. Снизу прозрачная. А вот с левой стороны у нас должен идти белый цвет. И в итоге мы получаем вот такие треугольнички. Ниже мы пишем top, двоеточие, покуда, ноль. Затем right тоже ноль. И у нас треугольнички переместились. Давайте я их сделаю поменьше. Например, пикселей 5. Вот так. И теперь давайте top мы сделаем, например, 1 em. У нас стали почти посередине. И right мы сделаем, например, 0.7 em. В итоге получаем вот такую штуку. И теперь нам необходимо просто сделать анимацию этих треугольников при наведении. Поэтому тут мы давайте сразу допишем transition 0.5 s. Ниже мы пишем следующее. Меню list. Псевдо элемент have. А затем псевдо, точнее псевдокласс have. А затем псевдоэлемент have. То есть при наведении наш псевдоэлемент have будет делать следующее. Transform scale x. Вот так вот. Минус 1. Точка запятой. И смотрите. Я навожу на менюшку. И у нас треугольнички переворачиваются. Итак, друзья. У нас остался последний чих. Это добавить префиксы для новых свойств. Я сделаю это просто. Выделяю весь код. Иду в правку. И добавить префикс для выделенного фрагмента. Отлично. Префиксы добавились. И вот этот код я уже могу заливать к себе на сайт. Спасибо, друзья, за внимание. Спасибо вам за лайки. Огромное спасибо за то, что делитесь моими видео в своих социальных сетях. До встречи в новых занятиях. На связи с вами был Серега. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»